всем привет в эфире континент меня зовут игорь царский сегодня с моей коллегой елены приговой мы встречаемся с андреем илларионовым долгожданная встреча андрей давно не был в континенте но вот мы дождались и с удовольствием приветствуем вас добрый день игорь добрый день елена добрый день всем моим дорогим коллегам я хочу во первых поздравить андреева с новым каналом youtube канал который который мы очень ждали потому что не всегда возможно найти для нас у вас не появится время для континента но у вас теперь появилось собственное время собственный канал этот канал очень информативно я тебя елена времени не появилось время как раз исчезла с появлением канала но еще еще быстрее в больших объемах но так пришлось я честно говоря не собирался этого делать и долго этому сопротивлялся несмотря на все советы рекомендации пожелания многих близких друзей коллег но так получилось что в начале российские средства массовой информации официальные отказались от общения затем оппозиционные российские средства массовой информации отказались от общения затем американские средства массовой информации особенно после 6 января 21 года отказались от общения ну а в последнее время украинские средства массовой информации в большей своей части также отказались от общения поэтому когда-то надо все-таки иногда возникает необходимо что-то сказать тогда приходится опираться на собственные силы вот краткая история появление канала вы знаете это называется отказник такой профессиональный отказник да да я вас поздравляю с этим потому что люди отказываются от получения информации правдивой информации мне и просто становится жаль так что подписывайтесь на канал андрей а вот это важно заметить что обязательно подписывайтесь на канал распространяйте видео потому что на этом канале есть та информация которую вы не получите абсолютно не получите из других источников а вы знаете когда мы живем в эпоху однобокости информационной у нас складывается вот восприятие мира кривом зеркале так что пожалуйста андрей ларионов так и называется канал заходите пожалуйста на youtube подписывайтесь распространяйте видео и мы будем делиться этим видео с андреем андрей будет делиться с нами и мы будем продолжать нашу нелегкую участь распространение правдивой информации спасибо елена спасибо игорь спасибо за эту поддержку а я со своей стороны хочу тоже призвать уважаемых коллег подписываться и поддерживать канал континент который во все времена является самым объективным корректным глубоким и очень не побоюсь этого слова высокоэтичным каналом общения на русском языке для тех кто интересуется событиями соединенных штатах прежде всего но не только во всем русскоязычном пространстве на планете поэтому подписывайтесь и поддерживать канал континент также спасибо но после всех алаверды которые прозвучали я думаю наши зрители слушатели все это услышали для себя сделали правильные выводы а сейчас мы перейдем уже к повестке сегодняшнего разговора лена ты первый же самый главный вопрос и главная тема естественно главная тема на сегодняшний день это вот то что подписали в сенате то что подписал уже байден и мы говорим о биле который подписан и о помощи который пойдет в общем то правда и ложь из того что распространяют наши коллеги можем назвать так наши доброжелатели недоброжелатели поэтому мы будем говорить с вами сегодня о цифрах графе давности андрей пожалуйста вы знаете ли на вы совершенно право то есть у нас мы этим всегда занимались вы занимались еще до того как у меня появилась возможность обсуждать разные вопросы вместе с вами в эфире вашего канала вы занимались всегда вместе этим занимаемся и многие ваши коллеги вместе с вами обсуждают именно это но обсуждаем именно искажения манипуляции и фальсификации в современном мире но честно говоря даже на фоне всего того что мы делали до того мне просто не приходит в голову какое-то другое событие которое подверглось таким искажением как подготовка обсуждение принятия вот этого последнего пакета помощи украине потому что если посмотреть на практически всю англоязычную прессу на на без исключения украиноязычную прессу практически язычную прессу кроме самого факта принятия какого-то решения все остальное является искажением все остальное является фальсификациями иногда дезинформации баснями сказками совершенно удивительного свойства и вот сколько времени это идет этот вал искажение пропагандистского искажения продолжается но прежде всего ну какие-то базовые вещи и конечно много все мы может быть даже не успеем затронуть по какие-то базовые вещи первое это не один закон это не один билет они один законопроект республиканцы тоже кстати важно не не байден не белый дом а конгресс и не просто конгресс а палата представителей и просто палата присы а республиканцев в палате представителей внесли этот документ точнее эти документы именно республиканские документы были приняты вначале в палате 20 апреля затем сенате 23 апреля и сегодня 24 апреля именно республиканские документы подписаны президентом соединенных штатов байта а все естественно пропагандистская кампания рассказывает что это вот демократы разрабатывали они проталкивали вот это принято вот наконец оставили измучили и вот наконец это демократический документ ну это просто откровенная ложь далее собственно говоря это не один документ как минимум это 5 документов 5 документов какие республиканцы внесли в качестве в каких-то ну и по сути дела как бы такой приставкой но являющейся по сути дела по времени по сути примыкающим до Поэтому является шестой документ, шестой документ, внесенный сенатором из Техаса Джо Корнином о возобновлении линлизы в Украине. Предыдущие пять внесены в палате, шестой внесен в сенате, поэтому здесь есть формальная разница. Но по логике, по времени, по сути, это единый пакет. То есть не один пакет, а шесть пакетов. Не один закон, а шесть законов. Далее. Все заголовки пестрят названиями Украине, предоставлена помощь на 60 миллиардов долларов. На 61 миллиард долларов. Как мы будем тратить 61 миллиард долларов? Нам столько никогда не давали. И вот весь офис украинского президента вчера, сегодня, все последующие дни рассказывает про 61 миллиард долларов. Это просто изумление какое-то вызывает. Из этих 61 миллиарда долларов, как, естественно, называет пропагандистская кампания демократической партии, 53 миллиарда долларов, направленные в Соединенные Штаты Америки, там останутся. Из этого объема, в лучшем случае, в том случае, если будут выполнены все требования этого закона, на территорию Украины, для потребления в Украине, отправится 7,5 миллиардов долларов. Все остальное останется в Соединенных Штатах Америки. Если бы люди говорили спасибо, опять-таки, не Байдену, не Белому Дому, не администрации, а спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки за то, что они нам готовы дать и собираются дать 7,5 миллиарда долларов, это было бы справедливо. Да, 7,5 миллиарда долларов, это серьезные деньги, в условиях войны в особенности, за это можно поблагодарить, но это 7,5 миллиарда долларов, никакие не 61. Ну и так далее, можно это все продолжать, но прежде всего надо понимать, что вот этот пакет, первое, подготовлен республиканцами, а не демократами, Конгрессом, а не Белым Домом. Если строго говорить, если говорить лично, кто обеспечил принятие этого закона, то это не президент Байден, а президент Трамп, кто принял принципиальное решение, уговорил значительную часть своих коллег по республиканской партии, придумал, судя по всему, лично или там с помощью каких-то советников, очень интересное решение, которое, собственно, позволило половине представителей республиканской партии в палате проголосовать с чистой душой за этот проект, не нарушая своих идеологических, политических, религиозных, мировоззренческих принципов, без которых бы эти люди никогда бы не проголосовали за этот пакет, и тогда бы этого пакета бы не было. И его не было бы ни в палате, его бы не было бы в Сенате, его бы не подписывал действующий президент США, и Украина бы ничему не радовалась. Я не слышал ни одного голоса в Украине, кто бы поблагодарил бы республиканцев, и, в частности, одного человека, который, собственно, обеспечил им предоставление экономической помощи на 7,5 миллиарда долларов, и при прочих равных условиях, если будет благоприятственная обстановка, до 7,8 миллиарда долларов военной помощи, который отдельно от этих 61 миллиарда долларов, которые даже не упоминаются. И вот даже сегодняшний пакет, который предоставлен, подписан сегодня, объявлено, о первом пакете в рамках уже, так сказать, новой ситуации, в миллиард долларов военной помощи, прежде всего, надо благодарить Дональда Трампа. Но я не слышал ни одного голоса ни в Украине, ни за пределами Украины, кто вообще не только догадался бы об этом, но кто бы осмелился, кто бы вообще представил бы о том, благодаря чему все это произошло. Да, это совершенно точно. Но если вы не возражаете, конечно, мы следим за тем, что нам пишут наши уважаемые читатели, зрители, и вот, может, даже возьмем такую традицию, сделаем некоторые вопросы. Ну, вот в данном случае один отобрал, потому что человек очень просил. И он как раз связан с сегодняшней тематикой. Если вы, конечно, не возражаете. Вот я его зачитаю. В интервью Киселеву, который Евгений, Кох высказал версию, что помощь Украине была выделена так, как в Вашингтоне поняли, что смогут отразить кремлевские угрозы после отражения иранской атаки на Израиль. Если можно. Что вы об этом думаете? Ну, ничего просто. Это не имеет никакого отношения в действительности. С первого до последнего слова. Правильно. Просто вот это, кстати, спасибо вам за то. Это, кажется, один из очень многочисленных примеров того, когда комментаторы, некоторые известные комментаторы, некоторые очень популярные комментаторы, некоторые любимые многими комментаторами, которые очень хорошо строят предложения, сопоставляют слова, не имеют никакого представления о том, как принимаются решения, из каких соображений, почему, в какие сроки и так далее. Но красиво. Ну, хорошо, пусть будет так. Но к жизни это имеет никакого отношения. Спасибо. Я это и имел в виду, чтобы... Потому что в начале-то идут фамилии эти две, а дальше уже вы ответили. Спасибо. Вера. Я хочу открутить ленту времени и вернуться к тому, с чего вы начали, Андрей. Дело в том, что я наблюдаю точно так же, как наблюдаете вы за действиями и за словами. Вы упомянули имя Корбина. Этот человек, тот человек, который 19 января 22 года впервые произнес, что Украине нужна помощь, оружие. И дальше это переросло именно в то, за что сражались республиканцы. Ленд-лиз. Этот ленд-лиз, дальше вам рассказывать не надо, вы лично отстояли. Очень много времени, провели много времени возле Белого дома с требованием ленд-лиза. Украинское посольство выступило против. Сейчас я не услышала, когда Корбин вернулся к ленд-лизу, это было в марте месяца, ровно месяц тому назад, я не слышала ни одного заявления, ни от посольства Украины, ни от одного украинского, скажем так, человека команды Зеленского, о том, что предложили возобновить ленд-лиз, который именно Шумер не захотел предоставить, вычеркнув сроки и потом окончательно не внеся в ленд-лиз само понятие в планы и в бюджет 2024-2025 года. Значит, сейчас этот ленд-лиз необходим как никогда, потому что это то средство, которое помогает Украине сражаться. Но сегодня мы читаем, что Украина впервые применила дальнобойный атаканс. Вот, то есть у них появились вот эти средства, защиты. А у меня вопрос, атакансы тоже требовали республиканцы? Они требовали их когда? В начале января, в середине января, после очередного Рамштайна, они требовали... Извините, Лена, я просто сразу скажу, что атакансы республиканцы начали требовать еще с конца 22-го года. То есть сейчас уже почти полтора года, как республиканцы требуют предоставления атакансов Украине. И, скажем так, с короткой дистанции, с средней, с дальней дистанции это все происходит. Как, впрочем, именно республиканцы требовали предоставления и гавбиц, и хаймарсов, и танков, и самолетов. Все это требуют республиканцы. И есть длинный список документов, обращений, которые республиканцы направляли в Белый дом, в Пентагон и так далее, чтобы эти решения были приняты. Нет таких обращений, петиций со стороны демократов. А со стороны республиканцев они все есть. И не по некоторым из этих решений, именно благодаря давлению республиканцев были приняты решения. Вот, например, как в январе прошлого года было принято решение по давлению республиканцев о создании танковой коалиции, о поставках танков. Да, они были поставлены, их было поставлено немного, как мы хорошо знаем, но они были поставлены. Это было сделано благодаря давлению республиканцев. То же самое было по Атакансу. И вы заговорили про Атакансы, именно республиканцы внесли в этот проект, тогда он еще был проектом о помощи Украине, так называемый, вот этот биль о помощи Украине, положение о том, что администрация Соединенных Штатов обязана поставить Атакансы Украине. То требование, которое Байден никак не мог выполнить. Но очевидно, что за кулисами вот этих политических переговоров эта договоренность была достигнута еще на стадии подготовки документа. Тогда, собственно, республиканцы нашли способы вербального воздействия на Байдена. Он действительно заранее поставил, судя по всему, в марте были поставлены первые Атакансы в Украину. И сейчас принятием этого закона как бы произошла легализация уже начавшихся поставок Атаканса в Украину. Но опять-таки, кто за этим стоял? За этим стояли республиканцы. Конечно, пропагандистская компания опять расскажет, что это вот Байден поставил и так далее, не сказав о том, что стояло за этим. Но это второй вопрос, а все-таки первый вопрос это гораздо более важно, чем даже Атаканс. Это закон на Лен-Лизе. И вы, Елена, абсолютно правильно обратили внимание на то, что при всей значимости даже вот не только поставок Атаканс, не только нынешнего пакета, сегодняшнего пакета в миллиард долларов, не только всего законопроекта о помощи Украине, который был соответственно подписан проголосован в Палате представителей 20 апреля, в Сенате 23 апреля и Байденом подписан 24 апреля. Важнее всех этих вещей тот самый законопроект, который сенатор Джон Корнин из Техаса внес 18 апреля в Сенат о возобновлении закона о Лен-Лизе для Украины. И вопрос вы абсолютно точно против. И кто об этом в Украине сказал? Вот кто? Вот просто кто? Во власти, не во власти, в оппозиции, на каналах, на официальных, на неофициальных, на Ютубе, в Фейсбуке, в социальной все, никто. Украине оказывается ленд-лиз не нужен. Мы все стали свидетелями того, какие дебаты шли по поводу ленд-лиза в предшествующие два года. Мы хорошо помним, как происходило, какие-то волны были. В апреле, мае, июне 22-го года все восхищались, были овации, бросали чепщики в воздух. Как здорово, как замечательно. У нас будет ленд-лиз, с помощью ленд-лиза мы победим агрессором, у нас будут все столько же танков, вооружений, боеприпасов, как это было во время Второй мировой войны. Дальше, что произошло? Абсолютно правильно вы сказали. украинское посольство в Вашингтоне торпедировало важнейшую программу военной помощи для Украины. И дальше вся Украина, начиная с офиса президента, выстроилась вверх и говорит, нет, нам военная помощь через ленд-лиз не нужна. А все, кто выступает за ленд-лиз, являются путешественскими шпионами и агентами. Все заклеймили их, затоптали ногами. И несмотря на то, что диаспора Юэй в течение практически девяти месяцев нон-стоп выходила к Белому дому, требуя возобновления ленд-лиза, благодаря, прежде всего, конечно, усилиям украинского посольства, эта работа была провалена. Украина не получила ничего по каналу ленд-лиза, за что вооруженные силы Украины расплатились потерями территорий, тысячами своих военнослужащих и граждане, погибшие в результате неполучения в том числе и противоракетных и противовоздушных средств обороны из-за того, что не было ленд-лиза. Что происходило дальше? Летом прошлого года, двадцать третьего года, когда опять-таки республиканцы начали работу в Конгрессе, в Палате относительно продления сроков первого ленд-лиза, еще того вот, ленд-лиза двадцать второго года, и в Палате проголосовали и приняли это решение. То же самое наше украинское посольство в Вашингтоне возбудило и стало бегать везде, рассказывать о том, что это они, они, конечно, мы тоже пахали, это благодаря нашим усилиям. Понятно, их никого там не было, просто они случайно узнали о том, что республиканцы выступают за продление, рассказывали об этом. Как только это предложение было передано в Сенат, демократы в Сенате зарезали продление ленд-лиза после тридцатого сентября двадцать третьего года. Украинское посольство тут же затихло, успокоилось и больше об этом не вспоминало. теперь наступил апрель двадцать четвертого года. Сенатор Корнин вновь вносит законопроект о возобновлении, уже теперь не о продлении, о возобновлении ленд-лизе. Причем он делает совершенно новый шаг, на это надо обратить внимание. Он воспроизводит текст 22-го года, текст закона 22-го года, но он изменяет сроки, пометует то, чем занимался Шумер, о чем вы, Елены, сейчас в очередной раз напомнили, и он уставляет новый срок действия этого закона, как минимум до завершения 2026-го финансового года. То есть до 30-го сентября 2026-го года остается еще два с половиной года. То есть в отличие от первого варианта закона, который действовал в течение чуть меньше, чем полутора лет, этот проект закона в случае его принятия действовал бы почти два с половиной года, если вот его мог бы принять в ближайшее время. Это колоссально, это действительно тектоническое изменение по сравнению с любыми программами помощи, которые осуществлялись Соединенными Штатами для Украины в последние два с лишним года введения широкомасштабной войны. Это несравнимо ни с какими пакетами, ни с какими отдельными билями на один год, на второй. Это практически трехлетняя программа неограниченной военной помощи для Украины. Какая реакция? Да никакой. Никакой? Ни со стороны посольства, ни со стороны МИДа, ни со стороны Офиса Президента, ни со стороны президента, ни со стороны оппозиции президента, ни со стороны широкой общественности, ни со вообще ни с какой. Украине оказывается ленд-лиз для победы, но врагом, который уничтожает Украину, совсем не нужен. Никого это не интересует. Зато фейсбук посольства полон овациями и чептиками по поводу того, какой вклад внесло посольство в принятие республиканцев, разработку и подготовку республиканского биля о помощи Украине, подготовленного господином Дональдом Трампом. Ну, вот трудно представить себе даже Орвелла, чтобы он изображал эту картину в полной своем великолепии. Это так. Андрей, скажите, такая вещь. Я наблюдал за тем, как Байден вел себя в этой всей последнее время в связи с пакетом помощи. Получается, что он как отец, которому уже надо в Киеве пару улиц как минимум назвать его именем, площади и все остальное. Он же спаситель Отечества. Так вот, он показывал всем видом, что как только документ будет ему на стол попадет, он его тут же подпишет, что и случилось. То есть, вот все, что осталось за пределами, о чем вы рассказали, общее увидение, все это неизвестно никому. зато известно, что подготовленный, как вы правильно говорите, республиканцами законопроект, потом мигом шумер, еще один герой его провел через Сенат, тут же он попал к президенту, он его подписал. Но мы понимаем прекрасно, что помощь, как вы некогда сказали, все равно остается пипеточной, учитывая ту сумму, которую вы назвали, с одной стороны, мы понимаем, что Байден готовит себе почву для перевыборов, вот он такой добрый. Согласны ли вы с тем, что именно это побуждает его двигаться, или есть еще какие-то причины? Вы знаете, вы правы в том, что обращайте внимание, что предвыборная кампания Байдена тесно связана с войной в Украине, но война и сама по себе, и особенно сопротивление украинцев внесли в планы Байдена радикальные изменения, потому что по первоначальным планам администрации Байдена и его лично военные действия должны были быть закончены к концу 23-го года. Это неоднократно говорилось, ну я прямо скажу, в закрытых беседах с участием сотрудников нынешней администрации, а потом это в виде утечек появилось затем и в средствах массовой информации. Война должна была быть закончена, и под это представители администрации, чиновники предупреждали украинцев, делайте что хотите, но заканчивайте военные действия к концу 23-го года. Назывались в начале октября, ну ладно, хорошо, до ноября, ну хорошо, в конечном счете до декабря 23-го года вы должны закончить. У нас должна, у нас в Соединенных Штатах Америки должна идти предвыборная кампания нашего президента на следующие четыре срока, four more years, как мы теперь знаем, чтобы ничто не отвлекало, чтобы ничто не мешало, чтобы у нас здесь было все тишь, мир и благодать. Именно под это, собственно говоря, и тогда предоставлялись средства на так называемое украинское контрнаступление, вот сколько отвоюйте, сколько отвоюйте, а после этого заключайте мир, ну и все то, что мы видели, слышали все эти предложения, выбравшаем из разных мест, что вот повоевали, а теперь давайте заканчивать. Где, каким образом, какие гарантии, что произойдет после, никого не интересует. У нас сейчас выборы, все должно быть закончено. Это был действительно основной план. Этот план был сломан. Он был сломан прежде всего и практически исключительно сопротивлением Украины. Украинцы почему-то не приняли этого плана, они сказали подождите, у нас страна оккупирована значительная часть, у нас миллионы людей находятся в оккупации, у нас погибают люди, у нас происходят обстрелы, никакие перемирия и какие-то мирные договоры не гарантируют от продолжения, не только от возобновления, от продолжения военных действий. Ну и так далее. И вот упорство, упрямство, стойкость украинцев, которые отказались от прекращения военных действий, от сопротивления, они как удивили ту же самую администрацию Байдена, того же самого Байдена и всех его чиновников, в феврале 22-го года, почему-то приняв решение не сдаваться, не убегать, не из Киева, не из страны, бороться, они еще больше удивили это в конце 23-го года, что несмотря ни на какие предупреждения о том, что военная помощь будет сокращаться, потому что военная помощь прекратится, они продолжали бороться. Тогда Байден использовал, коллективный Байден использовал новое средство, шантаж полной военной блокады. Вот пытаюсь понять, почему, собственно говоря, 27-го декабря 23-го года Байден ни с того ни с сего, прекратил какие бы то ни было военные поставки в Украину, мы пытаемся понять, понятно, что это вот это было придумано объяснение о том, что у них там не хватает пополнения запасов, оно естественно является совершенно фальшивым. Этого нет в законодательстве, если посмотреть по реальным размерам пополнения военных запасов, они гораздо больше, чем то, что было предоставлено Украине, все американские чиновники это подтверждают, никаких нелегальных, ни фактических, ни фактических объяснений этому нету. Когда госпожу Синг, зампредсекретаря Пентагона, спросили, а почему же, у вас же есть 4, сучат 4 миллиарда долларов по каналу ПД, почему же вы не поставляете в Украину? Говорит, ну нам некомфортно. Сказала она, честно и откровенно, улыбаясь на этой своей пресс-конференции. Иными словами, они смогли даже придумать какое-либо реалистичное, какое-то реалистичное объяснение своих действий. Но если мы не будем слушать их, мы будем слушать их, но понимая, что за этим стоит, но если мы попытаемся понять, а что же действительно на самом деле стоит за этим, мы понимаем, что за этим стояло абсолютно циничное желание, циничный шантаж Байдена вынудить Украину пойти на переговоры с Путиным и прекратить ведение военных действий. То есть достижение той самой цели, которая была поставлена Байденом еще как минимум в конце 22-го, в начале 23-го года. Завершить военные действия к концу 23-го года с тем, чтобы у него была, так сказать, спокойная предвыборная кампания 24-го года. И вот только убедившись в том, что это не получается, они стали думать, что с этим делать. И позиция, которая в данном случае была принята республиканцами, а республиканцы поначалу принята была позиция о том, что нелепо, во-первых, поддерживать новый закон, если не использованы средства из предыдущих. Более 10 миллиардов долларов, 4 миллиарда долларов по каналу PDA и больше 6 миллиардов долларов по каналу USAI. Это с одной стороны. С другой стороны, этот закон как бы нарушает традиционные представления о бюджетном консерватизме, которого придерживается подавляющее большинство республиканцев. Закон же увеличивает бюджетный дефицит? Увеличивает бюджетный. Это правда. Закон этот предоставляет средства для защиты Украины, не решая вопрос южной границы Соединенных Штатов. С этой точки зрения, с политической, мировоззренческой, идеологической точки зрения для республиканцев это представляло очень серьезную проблему. И, конечно, демократы с легкостью хватились за это для того, чтобы представить в качестве камня предкновения именно республиканцев, именно республиканскую позицию. Хотя 10 миллиардов долларов это было в распоряжении Байдена, а не Трампа и не республиканцев. И когда республиканцы попытались убедить и своих коллег по палате, и прежде всего, конечно, администрацию Байдена все-таки давайте решать прежде всего вопросы границы. И если вы решаете вопросы границы, то тогда мы будем продвигать и другие проекты, в том числе и проект о помощи Украине. Байден, коллективный Байден, администрация Байдена с легкостью на это пошли. Для чего? Для того, чтобы продолжать удушать Украину не поставками военной помощи и не решением вопроса южной границы. То есть выяснилось, что вот эти четыре месяца с 27 декабря прошлого года по 23 апреля этого года практически четыре месяца, когда они поставлялась военная помощь в Украину, показала степень цинизма Байденской администрации, которые готовы были жертвовать тысячами украинцев сдачей самых укрепленных позиций в Адзиевке, отступлением, потерей территории, чем угодно и соответствующей открытой границей на юге Соединенных Штатов Америки, лишь бы проводить свою собственную политику, убедившись в том, что Байден в этом смысле является непробиваемым, никакие соображения, ни политическая целесообразность, ни даже элементарной этики, ни даже просто гуманного отношения не только к Украинскому, но даже к собственным согражданам, которые погибают от тех нелегальных иммигрантов, среди которых огромное количество преступного элемента, не изменили его позицию. И вот в этот момент выяснилось, кто является взрослым на политической арене Соединенных Штатов Америки. И вот, взглянув уже на это, республиканцы, и прежде всего как раз бывший президент Дональд Трамп, приняли решение. Эти лица, они неисправляемы, они никогда не изменят свою позицию по южной границе. Если республиканцы будут продолжать эту политику, позицию, какую они взяли, да, они будут демонстрировать эти принципы, но в результате есть реальные, ситуация на южной границе не изменится, а ситуация в Украине и в Израиле может ухудшиться радикально. И тогда надо отдать должное Трампу, который пересмотрел свое прежнее решение, и который, пригласив Майка Джонсона к себе, проговорив с ним, обсудив эти вопросы и с другими республиканцами, приняли решение совершить маневр, тот самый маневр, который был реализован, переработать тот законопроект, который предложили демократы, и они радикально переработали, вместо одного законопроекта подготовить пять законопроектов, билей, внести их, и по крайней мере попытаться, учитывая, ну скажем так, неравное соотношение политических сил в целом в Конгрессе, учитывая контроль в Сенате с демократами, а в Палате лишь незначительное преимущество республиканцев, контроль демократами Белого дома, тем не менее попытаться пока до выборов оказать небольшую, возможную помощь Украине и Израилю, решение вопроса границы, как уже неоднократно сказал Трамп, возможно только при замене хозяина Белого дома. И вот эта ситуация, она, конечно, радикально изменила вот этот самый расклад на предвыборный год, который уже остался предвыборных сколько у нас, семь месяцев до ноября, и эта ситуация изменила и подход Байдена, поскольку в этой ситуации выяснилось, что и республиканцы, и ожидаемый кандидат республиканцев на президентских выборах демонстрирует гораздо более высокий уровень политической работы и политической деятельности, чем то, что ожидали демократы от него. И тогда опять-таки пропагандистская машина демократов достаточно быстро развернулась и стала уже говорить нет, теперь мы готовы поддерживать Украину, теперь мы будем давать им пакеты, то есть продолжать ту же самую игру, какую они начали два с лишним года, два года тому назад. Смотрите, я внимательно слушаю вас, я абсолютно согласна со всем, что вы говорите, просто вот эта пропагандистская машина, которая запущена, мы знаем с вами, что кто владеет информацией, владеет миру, вся информация сосредоточена в руках демократов, практически, 92%, и услышать правду практически невозможно, ее не слышат ни граждане Соединенных Штатов Америки, ее не слышат ни граждане Украины, они продолжают избивать республиканцев, я такого количества гадости, которые написали по поводу вот тех республиканцев, которые не проголосовали за этот пакет, объяснили они, почему они не голосуют за этот пакет, я не видела, но в дальнейшем ведь украинцам нужно будет работать и с республиканцами тоже, это остается проблемой, это остается большой проблемой, но мы уйдем к информации. Вы знаете, Лена, извините, я просто скажу, вы знаете, вы совершенно правильно обратили на это внимание, но трудно убедить лиц, скажем так, с подростковым мышлением о том, что нужно думать не о том, что произойдет через 5 минут, а о том, что, например, завтра, это уже абсолютно непосильная нагрузка для неокрепшего мозга, поэтому призывать им, знаете, а вам завтра надо быть с ними работать, это невозможно. Некоторые нации, этнические группы и социальные группы довольно сильно отличаются по горизонту планирования, это один из важнейших параметров в социальных исследованиях, просто есть социальные группы, этнические группы, у которых горизонт планирования ближайшие полчаса, ну, я имею в виду не все, но там значительная группа, а у некоторых бывает даже на 24 часа, есть некоторые на неделю, а есть некоторые, кто рассчитывает на несколько лет, и как правило, корреляция между успехом той или иной группы, в том числе и национальной группы той или иной страны, довольно строгая между теми, кто умеет планировать на длительную перспективу, вот, и соответствующими показателями интеллектуального развития, экономического развития, благосостояния, устойчивости политической системы, развития правовой системы. Это зависит просто от, скажем так, психологического устройства мышления индивидуального человека и коллективов в тех или иных обществах. Некоторые просто на это не способны. Да, но вы об этом говорите, и я только читал сегодня о том, как бывший премьер Японии посетил Дональда Трампа, вот, вот, пример. Да, а вот у японцев, эта система, у японцев, у многих протестантских народов, но это действительно вот отличается, достаточно высокий горизонт планирования и расчета собственных действий. А вот у некоторых народов с православным бэкграундом и с мусульманским и с некоторыми другими эти горизонты гораздо короче. Вы знаете, я хочу напомнить еще о том, что в этом пакете, о котором мы с вами говорим, там еще фигурирует ТикТок. Казалось бы, где помощь Украине, где помощь Израилю, где помощь Тихоокеанским нашим партнерам Тайваню, но там же есть помощь, скажем так, Палестине, Палестине, вот той стране газа, которая уходит в израильский пакет. А госсекретарь Блинкин прибывает в Шанхай, где американско-китайские отношения, собственно, находятся в более устойчивом состоянии, и он обсуждает там тоже какие-то проблемы. И в этот момент послушаем ТикТок. Это та информация, информационное поле, которое очень необходимо. Но в свое время сняли, вернее, ввели санкции по поводу Аль-Джазира, которая является катарским телевидением, и, собственно, это информационный наш враг. Но у нас работает Russia Today. И вот тех американцев, которые, ну, скажем так, Freedom Caucus, их обвиняют в том, что они есть рука Кремля, что они выполняют задачу Кремля, но Russia Today у нас, в нашей стране, не могут снять. Ее оставляют. Для чего? Это самый главный пропагандистский канал Российской Федерации. Это вот то средство информации, которое убивает сознание очень многих американцев. Он остается здесь рабочим. Вы знаете, что вот этот пример, который вы привели, он замечательный. Знаете, для чего? Не только для нашего сегодняшнего обсуждения, а, возможно, даже для внесения в учебники для американских студентов по изучению того, как работают темники в американской прессе. Ну, термин темники хорошо известен, потому что известен как раз по истории Украины. некие инструкции, которые готовила администрация Януковича для средств массовой информации, для сопровождения своей деятельности, для правильного освещения политических событий. И этот термин, как бы, так сказать, стал известен и был заклемен, так сказать, вот Украины, победившей в революции достоинства, о том, что этого никогда не должно происходить, как это работает. Вот как это теперь работает в Соединенных Штатах Америки. Вот просто можно взять сейчас и посмотреть все те средства массовой информации, все каналы, газеты, ну, кто угодно, телесредства, все угодно, кто рассказывает про вот эти пакеты, или пакет, который был принят, рассказывает о ТикТоке. Вот сразу тот, кто говорит о ТикТоке, это тот, кто получил темник из Белого дома, из администрации Байдена, и его выполняет. Почему? Очень легко. Нет никакого закона о ТикТоке, который рассматривался бы палатой представителей Конгресса или Сенатом и подписан. Такого законопроекта и такого закона нет. Есть ли где-либо ТикТок? Да, есть. ТикТок есть в одном законе. Причем в этом законе он упоминается только один раз проверено. Один раз и действительно там действительно говорится о том, что если ТикТок не сделает соответствующие действия, то он обязан быть либо закрыт, либо перейти под контроль другой организации, американская организация. Это действительно есть. То есть содержание они излагают правильно. Теперь возникает вопрос, а что за закон, в котором есть упоминание ТикТока, про который Вашингтон Пост, Нью-Йорк Тайм, СНН, политика, все рассказывают, какой ужас произойдет, ТикТок забанят, обидят, и, так сказать, какие-то, значит, американцы пострадают от того, что пропадет ТикТок. Потребуется некоторые усилия для того, чтобы обнаружить этот самый закон. Оказывается, что в том пакете, который обсуждался и принимался сейчас палатой представителей и Сенатом, этот закон является, пожалуй, самым важным. Это закон, который называется «Мир через силу в 21 веке». Точная цитата Рональда Рейгана. Его мотто, его девиз при проведении внешней политики это то самое, что взяли, естественно, подхватили в качестве флага, в качестве символа, в качестве своего основного девиза сегодняшние республиканцы, республиканцы, все республиканцы. И Дональд Трамп, и все остальные все вместе взятые. Они подготовили, разработали этот законопроект. Это огромный документ. Это самый большой документ. Он по объему превышает все остальные документы вместе взятые. И что туда входит? Туда входит колоссальное количество фонтов, начиная просто даже можно сказать санкции против России, санкции против Ирана, санкции против китайских компаний, санкции против иранского лидера, борьба против различных видов наркотиков, борьба против международных преступных синдикатов и так далее, и так далее. Там есть маленький пункт крохотный, ничтожный, одно упоминание ТикТок. Не про один другой пункт, не про санкции против Ирана, не про санкции против России, не про санкции против чего бы то ни было. Ничего этого, не есть только один ТикТок. Ну и конечно же абсолютный запрет на применение правильного названия. Того названия, которое зафиксировано в документах Конгресса Соединенных Штатов Америки. Мир через силу в 21 веке. Потому что это табу. Потому что это Рональд Рейган. Потому что это республиканцы. Потому что это прямая альтернатива политике сдачи всех позиций, какую проводит сегодняшняя администрация Байдена. Поэтому просто можно легко проводить еще раз скажу учебниковые сопоставления. Кто пишет и кто рассказывает об этом законопроекте под названием ТикТок или кто называет его так, как он называется на самом деле мир через силу в 21 веке. И мы точно увидим, кто получает темники и выполняет эти темники из Белого дома соблюдая. Ну и кто пытается представить отчасти хотя бы какую-то объективную информацию. Но в этом, кстати говоря, в этом законопроекте, в этом огромном законе есть еще, там он состоит из многих частей, там есть, например, крупный блок, посвященный Украине. Знаете, что там есть в Украине? Там есть вопрос по использованию замороженных средств Центрального Банка России в размере 300 миллиардов долларов, ну естественно, 6 миллиардов или 6 или 8 миллиардов в Соединенных Штатах Америки и все остальное в Европе, что касается того, что находится в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, это используется, что касается других средств, американский конгресс рекомендует, предлагает, приглашает коллег в европейских странах последовать этому примеру, во-первых, использовать эти средства, во-вторых, передать все эти средства Украине с помощью двух создаваемых фондов и использовать эти средства для возрождения Украины. Маленький вопрос. Хоть одно украинское средство массовой информации об этом написало? Нет, конечно. Американское, то есть украинское посольство в Вашингтоне об этом рассказала украинская послица в Вашингтоне об этом хоть что-то сказала? МИД Украины об этом что-то сказал, офис президента Украина об этом что-то сказал? Нет, это неинтересно. Кто подготовил эти два блока, этих два законопроекта? Республиканцы. Кто это поддержал, развил? Дональд Трамп. Нужно им это? Нет, не нужно. Поэтому еще раз скажу, вот это один из наиболее ярчайших примеров того, как сегодня работает пропаганда, какие темники действуют в американской прессе, как они работают и как этим темникам сегодня следует украинская пресса и украинские власти? Знаете, Андрей, наверное, мы должны все-таки несколько слов сказать и о том, что в этом самом пакете получит Израиль, потому что это интересует, конечно, и наших зрителей, это интересует и нас самих, и тут тоже много вопросов, потому что мы наблюдаем, как администрация Байдена, этот коллективный Байден, выкручивает руки нынешнему правительству Израиля, ведущему войну в Газе и не только, и вот как вы считаете, этот пакет, то, что туда вошло, насколько это адекватно, насколько это поможет Израилю или наоборот еще более сложное положение поставить на Таньягу. Нет, там заложено достаточно крупные суммы, я не могу сказать, потому что я не занимался военной помощью Израилю, по крайней мере, сопоставим с тем, как этим занимаюсь в отношении Украины, на первый взгляд, суммы достаточно впечатляющие и они направлены на обеспечение боеприпасами двух основных систем, действующих противовоздушно-противоракетной обороны, это, соответственно, Железный Пупол и Проща Давида, и там достаточно крупные суммы предназначенные для того, чтобы Израиль, все-таки, насколько я понимаю, это, они называют там помощь, а на самом деле израильцы закупают, закупают, если не все, то частично, но это очень специальные такие договоренности между Израилем и Соединенными Штатами Америки, поскольку Израиль все-таки достаточно развитое и богатое государство, и поэтому у них это все осуществляется в процессе не просто предоставления грантов помощи, а в рамках такой совместной работы, взаимообогащающей как Израиль, так и Соединенные Штаты в не меньшей степени, потому что многое из того, что было создано израильскими инженерами у Соединенных Штатов не было, хотя и некоторые элементы были в Штатах, но не были в Израиле, поэтому там такие отношения более партнерские, кооперативные, нежели чисто односторонние. То есть на первый взгляд, да, и третья программа, там она сейчас еще не до конца доработана, уже применялась во время вот этих событий для отражения в том числе иранского удара, это называется «Железный луч», это третья часть противоракетной обороны Израиля, у них такая многослойная взаимодополняемая система на разных дальностях, на разных уровнях, там, для поражения разных объектов, и, видимо, на этом тоже они не остановятся, потому что противовоздушная, особенно противоракетная и противодроновая оборона становятся как бы одним из важнейших элементов сегодняшней вооруженной борьбы. Вот, у них это все это продолжается, и с этой точки зрения кажется там, ну, по крайней мере еще раз скажу, для, на первый взгляд выглядит достаточно убедительно, но, пользуясь вашим вопросом, я хотел бы прокомментировать то, что сказала чуть раньше Елена относительно помощи газанцам. Я думаю, это правильный термин, который нужно использовать, потому что жить палестинцами это жители Палестины, соответственно, куда входят как жители Израиля, так и газанцы, и самаритяне, и иудеяне. Правильное название, потому что, ну, исторические названия это иудеи и Самария, и, соответственно, жители иудеи и Самарии будут называться, видимо, иудеяне, и самаритяне. Ну, правильное название, а жители исторического района Газа, наверное, можно назвать газанцами, вот, а палестинцами, ну, нужно называть жителей как Израиля, государства Израиля, так и этих трех регионов. Так что, чтобы не путать, вот, что касается, то, действительно, помощь газанцам в этом пакете, то есть, в помощи, и в законопроекте для помощи Израиля, Израилю, и в большом этом пакете, действительно предусмотрено, действительно, так и есть, но есть очень существенное отличие от той помощи, которая была в пакете, который был подготовлен демократической партией, потому что в пакете, который был подготовлен демократической партией, и который готовился более чем шесть месяцев с августа прошлого года до февраля нынешнего года, то есть, шесть месяцев дотянули время демократы, а не республиканцы, и который был проголосован, В Сенате Соединенных Штатов Америки 13 февраля действительно предусматривалась помощь, но только не газанцам. Она была предусмотрена газе. Это большое отличие. В чем отличие газы от газанцев? Газанцы это жители этой территории. А газа это административно-политическая, протогосударственная структура, которая распределяет помощь. Газанцам или не газанцам, террористам или нетеррористам, тем структурам или другим структурам. Это было предложение Демократической партии администрации Байдена. Когда республиканцы познакомились с этими предложениями, у них возникли возражения. Они переработали этот закон и подготовили другой закон, который выдвинули в палату представителей 17 апреля. Проголосовали 20 апреля, а теперь уже 23 апреля проголосовал и Сенат и подписал Байден. В чем отличие этого нового республиканского закона в этой части по сравнению с демократической версией? В этом законе содержится абсолютный запрет на предоставление какой бы то ни было гуманитарной помощи такой организации, которая хорошо известна под аббревиатурой UNAWA. Русская аббревиатура БАПО. То есть это ООНовское агентство по поддержке, там ошибочно называется, палестинских беженцев, но мы понимаем это, газанцев и иудеян и самаритян. Вот там содержится эксплицитный запрет на какое-либо предоставление какой-либо помощи этой организации. Второе. Там содержится большой блок, описывающий, что ХАМАС является террористической организацией, исламский джихад является террористической организацией, они должны быть объявлены террористическими организациями, включены в соответствующие списки и никакой, естественно, помощи этим организациям передаваться нельзя. Абсолютный запрет. Теперь встает вопрос. А, собственно, поскольку нет помощи ГАЗе, то есть вот, а мы знаем, что административная структура ГАЗа, сектора ГАЗа управляется ХАМАСом, нет, для кого секретом не является. Возникает вопрос, а как же передавать гуманитарную помощь газанцам, жителям этого региона? Исторически мы знаем, что до той войны, которую ГАЗа развязала против Израиля 7 октября, вся гуманитарная помощь распределялась по трем каналам. Первый – это вот это ООНовское агентство. Второе – это административные структуры палестинской автономии в секторе ГАЗа, управляемый ХАМАСом. И третья структура – государство Израиль. Соответственно, разработав тот проект, о котором мы говорили, и теперь его приняв в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, республиканцы полностью закрывают возможность предоставления гуманитарной помощи через ООНовское агентство, полностью закрывают возможность предоставления гуманитарной помощи через ХАМАС, исламский джихад, и другие исламские террористические и газанские террористические организации. И остается только третий канал. Более того, есть специальный пункт, если память не изменяет, по-моему, раздел 309 этого закона, в котором рассказывается о том, что для предоставления, для оказывания этой гуманитарной помощи должны быть созданы новые структуры, новые механизмы, новые протоколы, новые системы надзора, новые системы мониторинга в составе двусторонних и многосторонних, многонациональных организаций с обязательным участием государства Израиля. Таким образом, если полностью следовать закону, который теперь уже принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, более того, даже подписан президентом Байденом, гуманитарная помощь может быть оказана не сектору газа, как было в проекте демократов и Байдена, а газанцам при наблюдении, при контроле с участием государства Израиля. Вы знаете, я сегодня... Ну, естественно, про это не англоязычная пресса, не русскоязычная, не украязычная пресса ни вам, ни нам не расскажет. Ну, мы оставим прессу. Пресса у нас давно перестала существовать как пресса. И то, о чем мы говорили ранее, я хочу дополнить только тем, что периодически все вот эти средства массовой информации, их главные редакторы и сотрудники посещают президента Байдена, причем посещают у него в Делаваре, в штаб-квартире предвыборной кампании, и они получают вот эти темники, они получают инструкции. Точно так же, как они получили инструкции в письменной форме, так называемому факт-чекеру, известному изданию по проверке пандам, Сноупс, они получили рекомендации, что можно сказать и как нужно осветить то или иное событие в контексте правды, их правды, байденской правды. Мы об Израиле сегодня тоже говорили вместе с тем, смотрите, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки в общем-то своим голосом вето не дали возможности появиться государству Палестейн. Мы говорим о том, что это государство, которое возглавляет человек из круга, ближайшего круга Арафата, и все это государство, такое же Израиль-инавистничество, антисемитское, как и та часть территории, которая называется Газа и находится под руководством Хамаса, и распределение помощи идет через Хамас, но 139 государств мира, членов Организации Объединенных Наций, они уже готовы признать это государство. Ну, я не знаю, как долго продержится Америка и не даст отмашку для создания двух государств на территории Единого Израиля, отсутствовать его территории. Если это произойдет, как вы видите, дальнейшее развитие событий израильтяне категорически против. Их голосование 62,7, было вот на днях, и четко они сказали, что мы не хотим двух государств на одной израильской территории. То есть все соглашения, которые были подписаны 30 лет тому назад, ОСЛА, они в данном случае должны быть аннулированы. Израиль за эту ситуацию. Как вы видите развитие ситуации? Ну, для Израиля такая ситуация, это суицид. И никаких иллюзий по этому поводу нет. И в Израиле, я только удивлен, почему такое соотношение 62%, потому что это суицид не для 62%, это суицид для 100% населения. Я прошу прощения, там 20% еще арабов. Я понимаю, но все равно, это даже для тех арабов, для многих арабов, которые живут в Израиле, которые на самом деле, ну, там есть разные арабы, есть и такие, и другие арабы, но есть часть просто арабского населения Израиля, которые полностью разделяют позицию израильскую, потому что они понимают альтернативы. Они эту альтернативу хорошо видят. Они эту альтернативу видят в Газе, они эту альтернативу видят в Идеи и Самарии, в арабских поселениях. И эта альтернатива им не просто не нравится, они понимают, что для них это смерть. Не просто там потеря статуса, потеря благосостояния, бизнесов, имущества, потеря жизни. Они это очень хорошо знают, они хорошо это видели. И все, что произошло и 7 октября, и после 7 октября, лишь дополнительно убедила их в том, что другого альтернатива нет. Поэтому в данном случае это суицид или просто уничтожение не только государства Израиля, не только еврейского населения, но и значительной части арабского населения. То есть они это все прекрасно понимают. Это вы затрагиваете, Елена, один из важнейших вопросов. Мы, прямо скажу, неоднократно тоже к этому вопросу подходим. Мы вокруг него совершаем некоторые танцевальные па, но аккуратно не заходим слишком далеко, потому что это один из важнейших, возможно, самый важный вопрос сегодняшней жизни. Что делать с теми этническими, культурными, идеологическими общностями, которые не подвергаются цивилизации и которые своей целью ставят уничтожение цивилизации? Вот что делать цивилизации с этими группами, группировками, которые провозгласили своей целью уничтожение цивилизации, и которые всеми своими действиями доказывают, что они этой цели стараются достичь и от нее не отказываются. Согласно стандартному подходу западной цивилизации, возникшей там, допустим, тысячи лет тому назад и укрепившейся полтысячи лет тому назад и воспитанной на великих образцах либерализма и гуманизма 18-го, особенно 19-го веков, и вошедшей в практику многих цивилизованных стран в 20-м веке, встает неразрешимая в настоящее время дилемма. Продолжение традиционного подхода, на котором эта цивилизация росла и выросла в течение последних столетий, то есть признание другого общества, признание другой этничности и другой идеологической группы на наличие другого мнения, что просто заложено в самой сути западной цивилизации, означает при дальнейшем ее продолжении того, что эта другая этническая, идеологическая, мировоззренческая группа уничтожит эту западную цивилизацию. И здесь никаких иллюзий нет. С другой стороны, если подходить с западной цивилизацией, второе решение, не признать право этой другой этнической, идеологической, мировоззренческой группы на такое место и заняться теми способами воспитания, перевоспитания, которые существовали на всей остальной незападной части мира в течение всех прошедших столетий, тысячелетий. И в западной части мира до появления западной цивилизации. Этот способ хорошо известен. Физическое уничтожение носителей этих взглядов антицивилизационных. Что с точки зрения нынешней западной цивилизации является невозможным. И вот наличие этой дилеммы стало в полный рост с разными примерами. С примерами, 7 октября в Израиле, с тем, что происходит сегодня на кампусах американских университетов, то, что происходит в отношении путинской войны против Украины, ну и во многих других случаях, встает простой вопрос. Что делать с лицами и организациями, все существование которых нацелено на уничтожение цивилизации с ее носителями? Что должна в этом случае делать цивилизация? Это вопрос? Да, это вопрос, потому что наше, как мне кажется, наше право, обязанность приглашения наших зрителей, слушателей задуматься об этом, потому что это действительно важнейший вопрос нашей жизни. И это вопрос не может быть... Мы можем, конечно, предложить наше решение, но в данном случае гораздо важнее, если все те, кто заинтересован не только в сохранении западной цивилизации, и даже не все только те, кто заинтересован в сохранении цивилизации, а все те, кто заинтересован в сохранении жизни, человеческой жизни, сколько они приемлемой, должны об этом задуматься и должны совместными усилиями попытаться выработать приемлемые решения. Потому что если эти решения не будут выработаны, и если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, то, собственно говоря, дни или годы западной цивилизации и цивилизации, в общем, и человечество в том виде, в каком мы его знаем, в общем, сочтены. Вы знаете, вы говорите о западной цивилизации. Ее уже, по-моему, давно нет. Это не так. Это не совсем так. Она отступает. У нее есть очень много слабых мест. Но то, что мы с вами сейчас общаемся, и то, что нас слушают тысячи, десятки тысяч, и миллионы людей, в общем, занимаются многими другими вещами, говорят, что она существует. Она находится под очень большим давлением. Она находится под ударами. Она пропускает очень много ударов. Во главе крупнейших государств, которые традиционно ассоциировали с западной цивилизацией, оказались лица, чья политическая деятельность направлена на уничтожение этой западной цивилизации. Но она еще не похоронена. Не надо торопиться ее хоронить. Я не говорю о похоронах. Она просто уже, она настолько больна, что мегастазы мы просто видим. Сейчас нужны какие-то очень радикальные действия. Потому что вот то, что сегодня происходит в Нью-Йорке, то, что сегодня происходит во всех кампусах, то, что сегодня нам в глаза бросает просто убить Израиль, уничтожение евреев, то, что они говорят, мы Хамас. Вот эти люди оттуда пришли сюда. Мы их приняли. Мы им дали возможность говорить. Они пользуются всеми инструментами западной цивилизации. Они пользуются нашими свободами, но при этом они используют наши свободы для разрушения нашей цивилизации. Вы иллюстрируете как раз вот эту историю, но к этому, просто ко всему тому, что вы сказали, абсолютно надо добавить еще. Кроме того, что они скандируют смерть Израиля, еще скандируют смерть Америки. Здесь, на американской земле, сжигая американские флаги, оскорбляя американские символы и требуя уничтожения Америки. Той самой Америки, которая дала им все для того, чтобы они могли делать то, что они делают. Еще раз говорю, это важнейший вопрос. Выживание. Выживание и западной цивилизации, цивилизации и всех тех людей вообще, кто ассоциируется с человечеством, нормальным человечеством. Ну, к сожалению, вот этот вопрос настолько глобальный и большой, что за одну передачу, тем более, которая уже подходит к финишу, мы вряд ли его можем до конца каким-то образом обсудить. Я думаю, что, если вы не возражаете, Андрей, конечно, что тему эту... Кстати, мы ее уже... Мы когда-то говорили... Мы когда-то говорили... Мы когда-то говорили... Да, да. Может, мы просто продолжим в обозримом будущем об этом говорить. А пока мне очень понравилось то, что вы обратились не только к участникам сегодняшнего разговора, но и к нашим зрителям, которым есть над чем тоже задуматься и, возможно, тоже высказать свое мнение, потому что это будет интересно услышать. А что думают люди? Ну, естественно, если это будет высказано в нормальной человеческой форме. И, возможно, нам это даст действительно какие-то возможности продолжить этот разговор. Как вы считаете? Давайте. Окей. Хорошо. Ну, а на этом заседание сегодняшнее мы посчитаем закрытым. Еще раз с новым каналом. Пусть он прорубает дорогу к большому числу людей, потому что мы надеемся, что те слушатели, которые вас видели, слышали, но не имеют такой возможности на тех перечисленных вами и каналах, и в тех странах, где, увы, говорят, нет, мы не хотим этого знать, но у людей будет возможность приходить к вам непосредственно, приходить к нам и хотя бы знать вот эту, назовем ее в данном случае альтернативную точку зрения, которая на самом деле должна быть в другом статусе. Давайте мы не будем называть ее альтернативой, давайте будем называть ее правильной, можно сказать, правильной, мейнстримной, главной, человеческой. У правды не может быть альтернативы. Это дательная тема, и я готов, Елена, с вами провести дебаты на эту тему, и я думаю, это будут интересные дебаты, в которых выяснится, что наша жизнь гораздо сложнее, чем, кажется, на первый взгляд. Я готова с вами пойти на любые дебаты. Да, в любом случае, я хотел бы поблагодарить вас и Елену, и Игорь за приглашение, за интересные разговоры, и до новых встреч. Спасибо. Всех благ. Всего доброго.